Всем привет! Это обзорище на канале Покашеварим. Целый год, не пропуская ни одного воскресенья, выходили обзоры. У нас сегодня предпоследний обзор в этом году. Последний обзор будет интересный. Еще пока не решил какой, но будет интересно и однозначно. Под такой итоговой подведем итоги, короче. Что сегодня? Давно не заказывал пиццу, честно скажу. И многие из вас писали, что есть такая сетевушка, называется ДОКО ПИЦА. Я думал сначала опечатка, может быть ДОДО ПИЦА. Нет, именно ДОКО ПИЦА я полез смотреть. И действительно есть такая компания. И действительно у них много филиалов. То есть по Москве они возят, ну практически, по-моему вообще по всей Москве. Дим, это... А, я смотрел еще ФАБРИКА ПИЦА хотел сегодня заказать. Но ФАБРИКА в мой район не возят. А ДОКО возят по всей. В общем, ДОКО ПИЦА заказываем, ждем. Обещали час десять и час двадцать. В общем, посмотрим, как приедут. И пока мы ждем доставку, у меня для вас отличная информация. Скоро Новый Год, длинные праздники. И все время у вас стоит вопрос, что готовить? В магазинах пятерочка, которые находятся в каждом практически городе нашей необъятной. И которые находятся в шаговой доступности. Уже сейчас вы можете приобрести вот эту классную стеклянную лапшу фунчоза от Чим Чим. С фунчозой можно приготовить кучу интересных блюд. Вторых блюд с мясом, без мяса, салатов. Пожалуйста, салатов куча интересных. Закусочки, не вопрос. А после праздников приготовить какой-нибудь душевный, оттягивающий супчик. Или спринг роллов себе нажарить, например. Фунчоза проста в приготовлении. В общем, пока ее не раскупили, бегом в пятерочку. Затаривайте сразу по несколько штук, потому что каникул у нас длинный, правильно? Если у вас в заначке будет несколько патчек лежать фунчозы, у вас вообще не возникнет вопросов. Что-нибудь интересное приготовить, когда гости, например, наглянули. Да и не вопрос. Слушайте, реально быстро и вкусно. Хотите поподробнее ознакомиться с продуктом, посмотреть, что можно приготовить с фунчозой? Я оставлю ссылочку на сайт Чим Чим в описании и на их инстаграм. Переходите и знакомьтесь. Продукт классный. Итак, за час двадцать от момента заказа и за час десять... Оп, что это упало? От момента звонка нам приехали пиццы. Пока не разглядываем внешне, но, честно скажу, мне нравится. 51 градус пицца. Это та, которая сверху. По идее, чем дальше, тем теплее. 55 градусов. То есть пицца приехала действительно горячая. Так, что у нас тут еще? Это еще одна пицца и еще одна пицца, что ли? Да, еще одна пицца. Это я сейчас столько пицц заказал, мама дорогая. И пицца кальцони. Кальчони, как у них называется. Напиток Fuse Tea, который, ну, чуть холоднее комнатной температуры. 18 градусов. Здесь что? А, острый буррито. Острый буррито. 50 градусов. Ну, по температуре, в общем, все неплохо. Абсолютно безымянные пакетики. Какого черта у меня два цезаря? Я не мог заказать два цезаря. Они же продают еще суши. Ну, сейчас оценим. И вот такой комплект. Соевые соусы. Какой-то сырный соус. К чему он? Непонятно. Вот это соус цезарь, судя по всему. Ну, вот как-то так вот. Дока пицца, приветствую. Вообще, эти ребята себя позиционируют, как будто бы доставка недорогой пиццы. Ну, вообще, недорогих продуктов. Потому что у них роллы есть, буррито. Удивительно, почему нет воков. Я не нашел, по крайней мере, на сайте. Но вот относительно цен, я бы не сказал, что прям феноменально как-то все дешево. Или даже недорого. К примеру, вот я заказал 30-сантиметровые пиццы. Которые стоят, ну, вот, к примеру, гавайская 445 рублей. 4 сыра стоит 545 рублей. 40-сантиметровые пиццы будут стоить 800 рублей, 700 рублей. То есть, вот, кольцо не 500 рублей. Я бы не сказал, что это прям вообще. Хотя у них на сайте прям акцент делается. Прям сбоку, на оранжевом фоне, черными буквами, капец, у нас все дешево. Это не так. Цены обычные. Они не какие-то там заоблачные. Они дешевле, чем Папа Джонс. Но на уровне, я думаю, где-то Додо Пицца и прочих. Вот. Давай начнем пробовать эти пиццы. Так, это у нас супер мясная пицца. 30 сантиметров. Должна весить 700 граммов. А весит она 688. 12 граммов не до веса. Не шокирует. Ну, мне нравится в пицце вообще вот, когда пицца, она такая, знаешь, ну, как бы 3D-шная. Я вот это пытаюсь каждый раз объяснить. Мне кажется, люди не понимают, думают, что я дурак. Это вообще не исключено, кстати. Но то, что я имею в виду, что она вот, когда на просвет слышишь, она вот холмистая такая. То есть, ну, как бы структурная, понимаешь. Конечно, это не касается пиццы, там, где только сыр и соус, например, типа маргариты и 4 сыра. Там такого нет. Ну, где начинка, она вот должна быть такая, непримятая, что ли. Чисто по моим субъективным ощущениям, вот то, что мне не нравится, и то, что мне Гриша когда-то рассказывал, знаменитый Гриша Лепс хотел сказать. Ну, короче, Гриша. Вот эти пузыри, да, вот когда мы готовили с ним пиццу, он внимательно следил, чтобы не было вот этих пузырей. Он их прокалывал, потому что начинка с них стекает, когда тесто начинает пузыриться. Давай попробуем. Слушай, ну, в мясной пицце всегда все хорошо, как правило, потому что это мясная пицца, там, вкус копченостей, колбасок, солений. Такая богатая пицца. К ней у меня вообще нет никаких вопросов. Если честно, могу сказать, что мне нравится тесто, которое здесь. То есть, это тесто относится к хорошим тестам, в моем понимании. Оно такое эластичное, приятное, хорошо пропеченное в данном случае. Вот, в общем, мне нравится. И начинки довольно много положено. Да, и вкусный соус. То есть, ну, в принципе, это вкусная пицца. Вот, другой вопрос, она, конечно, очень много денег стоит, да. Почти 800 рублей. Вот эта мясная пицца, по ощущениям, это дорого для нее. Но по факту она весьма неплоха. Пицца 4 сыра 345 рублей 580 граммов. Да, моцарелла, дурблю, фета, пармезан, соус томатный. То, что томатный соус, это хорошо. Но, вот смотри, да, такое ощущение, что они сделали ее шире, чем обычно. Замялся край. Вообще, она довольно уныло выглядит в целом, да. Какой-то пересушенный даже. Вот, судя по вот этим бортам, чего не было в том, в той пицце, они явно, эта пицца страдала в пламени гораздо больше времени, чем та пицца. Но это рискованно вообще для такой пиццы, потому что сразу есть риск того, что все сыры тоже высохнут и станут невкусными. Но не исключено, что это должно быть вкусно, потому что сказать что-то плохое относительно начинки я не могу. Опять-таки, да, тут довольно много начинки, вот, относительно даже теста. Ну, учитывая, что это как бы плоская пицца, тут все расплавлено. Давай попробуем. Конечно, все зависит от сыров тут. 580 граммов она должна весить. Ну, тоже недовес. Здесь уже более существенный. 35 граммов недовеса. Это не очень хорошо. Тесто высуженное в хлам. Но начинки это не коснулось. Что касается начинки. Это неплохо. Это неплохая пицца. Назвать ее лепешкой с сыром я не могу. То есть, это все-таки пицца. Ну, что касается сочетания сыров, вот это все-таки очень важно, блин, сколько чего лежит. Вот в этой пицце нет гармонии и вкуса. Я укусил первый раз, у меня, в принципе, попались все сыры сразу. То есть, там и Дорблю, и фета вот эта безвкусная. Я даже представляю, что это за фета, честно скажу. Знаю, что за продукт они покупают. Вы можете это совершенно спокойно купить в любом вашем магазине. Неплохая фета, нехорошая. Ну, как бы вот, я не знаю. Она какая-то пресненькая. Например, фета, которую Папа Джонс кладет у себя в 4 сыра, она вкуснее. Дорблю везде один и тот же. Ну, и в целом, ну, как бы да. То есть, это нормальная пицца. Ее есть можно за исключением того, что они ее упороли в плане приготовления. Я не знаю, что с ней было, почему она на этом конвейере там пролежала дольше, чем все остальные. Ну, я полагаю, что они готовят так же, как и другие пиццерии сетевые. Да, вот этот вот конвейер идет, там лента такая. И все это пропекает. Ну, может быть, как-то отдельно они контролируют. Но не проконтролировали в таком случае. Вот. В общем, съесть это можно. Я ел гораздо вкуснее пиццы. 4 сыра. То есть, если бы я хотел заказать 4 сыра вкусную, я бы заказал в другом месте. Вот. Либо доехал до ресторанов, где эта пицца действительно прям вообще... Вах! Вот. Но в целом, пожалуй, эта пицца хуже, чем у Папа Джонс Доминос и Доду Пицца. У Большой Тройки, так назовем. Ну, лично, по крайней мере, в моем рейтинге. Так, что у нас следующее? Да, у них еще была какая-то фирменная пицца. Попадется она мне или нет? Да. Эта пицца называется Дока Пицца. Одноименная. 595 рублей стоит 30-сантиметровая. 945-40 сантиметровая. И это пицца, где просто все, что можно, навалили. Тут бекон, куриное филе, халапеньо, шампиньончики, болгарский перец. Вот он кусочками лежит, да? Красный лук, соус томатный, моцарелла. Короче, вот все, что было у них в пиццерии, они все сюда добавили. Решение, черт не узнает, сейчас попробуем, конечно. И вот для тех, кто не любит, например, маслины оливки, я стал любить их, что-то в последнее время повзрослел. Но раньше я их не любил, раньше бы я эту пиццу вообще категорически заказывать не стал. Опять-таки грибы вот эти, вот смотри, они... Ну, я не знаю, то есть вот грибы в пицце, они как-то, мне кажется, должны типа под сыром быть, потому что они высыхают и превращаются вот в такие унылые грибочки. Вот, с одной стороны гриб, и вот с другой стороны гриб. Здесь он весь сморщенный, как моя жизнь просто. Вот. Здесь нет таких проблем с тестом, то есть видно, что здесь тесто нормальное время полежало, оно как-то адекватнее выглядит, чем в предыдущей пицце. Дока пицца... А дока пицца должна весить 660 граммов. Но здесь нормально. Я себе кусочек отрежу. Оп. Нормально. Ммм, зашибись. На самом деле вкусная пицца. То есть вот это все, что вот мы перечисляли, оно не сказать, что ощущается, как знаешь, вот... Ну, все навалено, нет. Ну, по вкусу, по вкусу как-то интересно, то есть и оливки отдельно чувствуется. Чуть-чуть острые халапешки, как-то грибы, курочка, сыр, соус. Ну, то есть все хорошо. Все действительно хорошо, но это пицца а-ля суприм. Все-таки основной вот акцент по вкусу в этой пицце, это, конечно, оливки. У них очень яркий такой вкус. И, скажем так, это, да, пицца а-ля вот такая классическая суприм. Я одобряю пиццу Дока пицца от Дока пицца. Ну, имейте в виду, что она чуть-чуть остренькая, и там есть специфический вкус оливок. Мне бы нравилось. Знаете, что мне напоминает тесто? Все-таки это тесто, оно не как вот... Ну, как сказать, есть вот Папа Джонс, да, как апологет, наверное, пиццерий сетевых. Потом есть Додо пицца, которые научились у Папа Джонс готовить тесто. Есть Доминос, которые научились, ну, то ли, может, они даже и раньше умели, черт его знает. Ну, короче, вот у них какое-то одно идеологическое тесто. А была у нас доставка такая, называется Slice Pizza. Ребята, сами там небольшой бизнес открыли, сейчас уже там доставка, все дела. Инстаграм давно на них подписан, обзор можете пересмотреть. Вот они тоже попытались сделать такое тесто, но у них чуть-чуть недополучилось. Не сказать, что плохо, но недополучилось. И вот здесь вот тоже такое чуть-чуть тесто, которое недополучилось до того, которое я люблю. Короче, вот получилось, мне кажется, сформулировать. Тесто недополучилось, а у меня почти дополучилось сформулировать. Все, давайте следить. Не, ну под конец года я реально устал Ребята, сколько? Вот сколько недель в году? Напишите в комментариях, да Соответственно, сколько обзоров я снял Вот если каждую неделю я выкладываю Сколько обзоров за год я снял? Напишите в комментах У них еще делается вот такой вот острый буррито 330 рублей А весить он должен 210 граммов Так Как включить мои чудо-весы? Давай вместе с коробкой 300... Нет, подожди, сколько? 200... О, вот здесь нормальный перевес И у соуса никакой не положим Поэтому пробуем Грубо говоря, как есть Давай посмотрим, что внутри Там фасоль, да, говядина Сыр чеддер, специи И всякое такое Такая мексиканская шавуха Шавуха Ну, запах пошел, кстати, приятный То есть специи, которые они добавляют Они вкусно пахнут Фасоль, говяжий фарш А че-то вот я фасоль-то не вижу Есть там фасоль? Фасоль тоже, судя по всему Измельчена Короче, измельчена Как сказать? Дим, как сказать? Измельчена? Измельчена Измельчена? Я не знаю, что измельчена Вот, вообще вот такая вот штука Ну, слушай, прикольно, да? Такая лазанья своего рода Ну, давай попробуем по вкусу Мне нравится Измельчена Загуглий что-то Измельчена Реально какое-то странное слово Измельченная Измельчена, по идее Опять, ребята, если кто-то есть филолог Или преподаватель русского языка Напишите, как правильно говорит слово Измельчена В общем, перемолот Бобы Пахнет вкусно А вот салфеток-то не дали, кстати Поэтому буду грязный Фу Довольно остренько Вкусно? Слушай, вкусно То есть, когда Что-то делается из фарша Всегда есть огромный риск Сделать дикую сухомятку Вот в данном случае у ребят Получилось сделать довольно сочный фарш Потому что Они все вместе перемешали На картинке тут выглядит Как бы все слоями Но картинка явно Украдена из интернета Это выглядит по-другому И вот здесь по факту Выглядит, мне кажется, лучше Чем даже у них на сайте Моцарелла, чеддер, специи Говяжий фарш Фасоль моцарелла Моцареллу два раза повторил Вкусная буррито 330 рублей Ну, наверное, дорого То есть, все скажут Ну, это же шавуха Типа, топовую шавуху Можно за 150 где-нибудь купить Наверное, да Если сравнить с шавухой, да Но остренько Сочненький фарш Вкусные специи И сырок, наверное, тоже есть Номинально Но он как бы так Очень не чувствуется В общем, и целом годно Есть ощущение, что этой штукой Можно наесться Буррито одобряю Можно взять Следующий у нас Пицца кальцони Или кальчони Как называется у них на сайте Ну, я так понимаю Кальчони, можно говорить И так, и так Все тоже на пергаменте Выглядит Офигенно круто Мне очень нравится 495 рублей 30 сантиметров Ну, тут как бы Полу-30 сантиметров Изначально было 30 Сложили Завернули бортик Получилось Меньше, чем 30 Ну, 30 Тут длина получается 900 950 граммов Реально Посмотрим Посмотрим Чего? Не, ну, подожди 950 граммов Вот на сайте Вот я прям смотрю А тут 548 Мне кажется Мне кажется Что они тупо На сайте Опечатались Потому что Килограммовая пицца Кальцони Ну, то есть Она и так здоровая Да, представить Что она килограмм Это как она должна Вот выглядеть То есть Два раза пузатий Видимо Но, нет Окей Заявили они Поэтому спрос С них Я их оправдывать За это вообще Никак не собираюсь Даже если они Ошиблись Недовес Да фигу Вау Смотри Там еще какой-то Желток что ли Или что это Реально желток Бекон Грибы Яйцо Помидоры Сыр Томат Это Наверное Самое необычное Кальцони Которое я видел То есть Такая Кальцони Для завтрака Видно Да Ну согласитесь Да Она выглядит Аппетитно То есть Это такая Полупицца Закрытая Опять-таки С неплохим тестом Посмотри Оно такое Рыхленькое При этом Влажненькое То есть Вот как мне нравится Кальцони Кальцони Выглядит Здорово Кто хотел сказать Мяса нет Просто я до мяса Не добрался Тут только бекон Получается Из мяса Честно говоря У меня Чуть странное Ощущение Давайте Я никогда не показываю Укусы Близко Но тут хочу Кое-что Показать Видите То есть Там томаты И вот это все Оно в виде Прям какого-то Бульона Внутри И я бы сказал Что это скорее Минус То есть Конечно В кальцони Внутри Класс Какие-то Посуши Ингредиенты Надо Потому что И так Ничего из нее Не испаряется И получается Вот это вот Бульон Оттуда Тупо Вытекает Мне это Не очень нравится Да и вообще Ощущение у меня Что Это как бы Не пицца Полноценная А это Какой-то Бутербродик Для завтрака Ну вот То что мы На завтрак едим Бекончик Такой Английский Завтрак В тесте В общем Особого желания Кушать Это нет Особого желания Заказать Еще раз Этого нет И В общем Кальцони Нет Очень странно Что у них Одна единственная Кальцони Подается И она Вот именно Такая То есть Почему нет Кальцони Там Не знаю С пепперони Кальцони Да хоть какая Но вот Обычные Более классические Какие-то варианты Были бы клевые Потому что Тесто Прикольное Все это Аккуратно Запечено Закреплено Ну Чуть странно Я не знаю Дока пицца Они бизнесмены Я не при делах Им решать Видимо Эта штука У них идет Мне не зашла Вообще Гавайская Пицца Здравствуйте Да капец Что они все время Делают по другому Вот смотри Вот везде Да В пиццах Где нарезано Вот например Слайсами Они режут Кусочками Мы до этого Видели В пиццах Где нарезано На фотке Кусочками Они на пицце По факту Режут вот Такими Треугольниками Слайсами То есть Непонятно В чем логика Конечно Абсолютно Иначе Выглядит Пицца Сразу Какая она Богатая На картинке И какая она Бедная По факту Гавайская Пицца Мы можем Увидеть Невооруженным Взглядом Как минимум Здесь гораздо Меньше Ананасов Ветчина Может быть Сопоставима Но Ананасов Тут гораздо Меньше Вот 445 рублей 600 граммов Должна Она Весть А мы Это сейчас Возьмем И проверим 600 535 Ну Вот Оно Как-то Где-то 100 граммов И И не Доложили Понимаешь Пару Кружочков Ананасов Сюда И Не Докидали А когда Начинки Меньше Это Что Правильно Сразу Ощущение Сухости Недонакыл Недоналоженности Да Просто Сухомятка Ну Вообще Ну То есть Совсем Нет Почему Я В запеченном Виде Не могу Понять Какие Ананасы Либо Это Очень Спелые Хорошие Покупные Ананасы Либо Это Консервированные Другими словами Консервированные Ананасы Очень Похожи На Спелые Свежие Да Не Ну Консервированные Они Слишком Сладкие Значит Они В сиропе Были Короче Гавайская Пицца Это Провал Это Сухомятка Это Невкусно Еще И Порезано Сейчас Покажем Еще И Порезано Криво То есть Как Так Можно Порезать Падал Что Ли Человек Который Резал Что Произошло С этой Пиццей Абсолютно Нет Тут И Тесто Тесто Не Сохранилось И Начинка Высохла Как Это Произошло Непонятно Вот Эта Проблема Видимо Всех Вот Этих Пицц Где Нет Много Наваленной Там Какой Ветчины Колбасы Понимаешь Не Создается Влажность Что Вот Четыре Сыра Я думаю Что Они Одно И то Же Время Выпекались Почему Мне Кажется Ну Из-за Что Тесто Начинки Меньше Вот Этот Слой Теплоизоляции Меньше Тесто Тупо Высыхает Оно Переготавливается То есть Для него Наверное Другой Режим Должен Быть Они На Пол Минуты Должны Меньше Готовиться Вот Вот Здесь Такое Ощущение Что Оно Тупо Пересохло В общем Гавайская Пицца Точно Нет Плюс Не Довес Доду Пицца Которая Созвучена С Да Вроде бы Хороший Обзор На них Был Доду Пицца Вообще Молодцы Какой итог Подвести Промежуще У нас Еще Есть Продукты Но По поводу Пицц На самом Деле Это Не Самая Плохая Доставка Серьезно Ну По всей Видимости Когда Ты Превращаешься В сеть Хоть Там По Одному Городу Хотя Может И в Других Городах Они Есть Я Не Знаю Не Исключено По Я понимаю Что Человеку Можно Продать Самую Отвратительную Еду Не Знаю Сделать Дисконты Потому Что Запрос Один Из Популярных Запросов Доставка Еды Дешево Или Недорого То То Людям В приоритете Съесть Дешево Нежели Вкусно Я Не Горю Про Вас Мои Зрители Скорее Большинство Раз Вы Смотрите Обзоры Что Для Себ Выбираете Все Так Дока Пицца С точки Зрения Пиццы Наверное Относится Скорее К Вкусным Пиццериям Которые Вообще Не обломно Заказать Но Есть Вкуснее При этом Есть Гораздо Хуже Ну Прям Вообще Гораздо Хуже То Это Такой Хороший Середнячок С Хорошей Начинкой 3 с Плюсом 4 с Минусом Вот Где-то Так Если У вас Они Где-то Рядом Привозят Быстро То Конечно В принципе Можно Заказывать В моем Случа У меня Доду Пиццу Я тут Вообще Вокруг В одних Пиццериях У меня Ролов Нормальных Нет Пиццерии У меня Дофига Сложно Выбрать Откуда Заказывать Поэтому Я всегда Заказываю В Папа Джонс Такой Вот Мой Выбор Роллы Реально Негде Кстати О роллах У Дока Пиццы Есть И роллы Это Капец Как Странно Но 230 рублей Стоит Филадельфия Но она Маленькая 160 граммов Всего Вот эта Филадельфия 6 кусочков И 350 рублей Стоит Дракон 155 граммов Но Кажется Цены Вот За Филу 230 рублей Вроде бы Адекватные Но она Капец Какая Маленькая Это Прям Видно Невооруженным Взглядом Рассуждать На тему Рыбы На тему Того Какая Она Тонкая Даже Наверное Нет смысла Вы это Сами Видите Да Очень Тонкие Кусочки Рыбы Плюс Это Та Самая Рыба Которая Черт Подери Везде Блин Ребята Перестаньте Вы ее Заказывать Уже Короче Роллы Как Роллы Как В любой Сетевушке В какой Нибудь Сушивок Вы закажете По рису Пока Не буду Ничего Говорить Это Попробуем По вкусу Конечно Ну Ролл Дракон Тоже Странный Вот это Называется Ролл Дракон В нашем Драконе Не только Угарь Но и Лосось Двойное Удовольствие Вот ребята Я серьезно Я даже Если сейчас Позову Водолейлу Сюда Да Майор Водолейлу На проводе Вот этого Знаменитого Сыщика Да То он не найдет Здесь лосося Потому что Его тупо Нет Ну реально Нет лосося Хотя Заявлено Ой Ну в общем Я конечно Ни на что И не рассчитывал Но это Более чем Печально Все Я попробовал Филадельфию Чуть Ой Точнее Это рыбу Уникально Теряет Вкус Лосось Когда С ним Обращаются Плохо Лучше Не делать Вообще Чем Делать Зачем Пиццерии Я вот сейчас Видел Еще Алло Пицца Тоже Роллы Вели у себя Зачем Ну в общем Шляпа Я не знаю Но Что можно сказать Про Место Которое На этом Не специализируется Они не занимаются Роллами Понимаешь Это просто Заодно Когда ты идешь На поводу Толпы На потребу Так сказать Тогда и получаются Китайские рестораны Где продают салаты Цезарь Какая-нибудь Ливанская Кухня Где продают Селедку Под шубой Блин Вот это все Получается Потому что Народ требует Я безумно Уважаю Всегда Компании Которые Занимаются Вот Ты занимаешься Грузинской кухней У тебя Грузинская кухня Ну с небольшими Окей Отклонениями Даже тот же Цезарь В грузинской кухне Можно сделать Специфически Какой-нибудь И назвать Аля Цезарь Ну вот это Вот просто Ну потому что Вот потому что Люди заказывают Понимаешь Люди хотят роллов Давайте в пиццерии Сделаем роллы Но почему Вот у Папа Джонс Нет роллов Доду пиццы Не продает роллы Доминос Не продает роллы Наверное Эти продают Аллу пиццы Стали продавать Вот серьезно Уважух пропадает Сразу Потому что Нельзя заниматься Всем хорошо И качественно Либо что-то одно Либо ничего Вот так вот Я считаю Абсолютный провал Вот Серьезно Если сейчас Дока пицца Откажется Вообще Уберет из меню роллы Уволит там Сушистов Просто вот Перестанет на это Внимание обращать И станет Обращать внимание Больше на пиццу Пицца станет Еще лучше Серьезно Пицца станет Классной Вот потому что Идет отвлечение Вот на эту шляпу Всякую Не Окей Салатики Там без вопросов Пицца Салатики Это нормально Вот это нормально Абсолютно Кстати о салатиках Два салата Дока пицца Цезарь 210 рублей Одна из самых адекватных Цен за Цезарь Что я видел В последнее время И салат Шеф Салат 145 рублей Всего стоит Хотя ощущение Что И то и другое Это Цезарь Честно Они мало Чем отличаются Копченая курица Здесь Просто курица Помидоры Помидоры Сухарики Болгарский перец О Ищем болгарский перец И понимаем Тогда отличия В этих салатах Да нет Друзья Это оба салата И мне кажется Они оба Цезарь Серьезно Потому что Вот болгарского перца Который отличает Салаты друг от друга Нету Ни в одном из салатов А в моем заказе Абсолютно точно Было два разных салата Красный лук Салат Айсберг Плюс-минус Конечно похоже Да Но Давайте скажем честно Что это два Цезаря Это абсолютно Два одинаковых Цезаря Но при этом У нас два соуса Один соус Похож на сырный Судя по всему Это соус Который у них Называется гурме А на самом деле Это тупо сырный соус А вот это соус Который похож на соус Цезаря Что касается Самого салата Он весьма симпатичный Да Давайте его называть Все-таки Цезарем Но опять-таки Недостатки Одновременного Складывания Все в положку Вот хлеб уже Да Это когда-то были Сухарики подсушенные Теперь это превратилось Обратно в мокрый хлеб Вот Ну так Салат свежий Сыр какой-то посыпан Курочки Кусочки Наложены Причем это Смотри Это не куриное филе Это Бедрышки Да Выглядит он Довольно съедобно Вообще Цезарь 195 граммов Весит Минус коробка Ну наверное Тут все-таки Недовес Хотя плюс соус Да Если взять еще Не буду класть на еду Ну давай вот так вот сбоку То есть нормально все по весу Но учитывая что меня обманули в плюс Хотя я хотел конечно фирменный салат попробовать Потому что шеф салат весит 135 граммов Стоит 145 рублей А тут аж 200 И это Цезарь В общем не знаю как с этим быть Вот здесь даже в чеке Вот этот предварительный чек Европейские приборы Салфетки и зубочистки есть А по факту у нас их нет Ну за нас денег за них естественно не брали Цезарь с курицей И шеф салат Пробито два салата разных А по факту два одинаковых Но два разных соуса Соус Цезарь Ой не тот Ребята Не вообще не тот Цезарь Блин ну зачем вот так вот все свеженько Выглядит хорошо И соус Он яркий такой Яркий хороший Кисло-чесночный соус Они сделали какой-то На базе мазика Но вообще ни разу не Цезарь То есть Как куриный салат Это сейчас нормально зайдет Как Цезарь Нет В общем немножко странно Чуть-чуть меня это расстроило Что Без предупреждения Мне положили не ту позицию Так делать нельзя Я считаю Что так делать плохо Надо либо согласовывать Я бы не отказался конечно От дополнительного Цезаря За За цену Дешевле Вот Но тем не менее Давай попробуем Давай с курочки начнем Очень мягкое Хорошее Куриное бедрышко Отлично Соус вообще нет Вообще Даже на чуть-чуть Не попали они Во вкус Цезаря Это печально Проблема в том Что я буквально На днях Заказывал себе Шоколадницу домой С доставкой А как вы знаете Для меня Вкус салата Цезарь в шоколаднице Является Ну не эталоном Но скажем так Вот ориентиром Того вкуса Который мне нравится И который я считаю Правильный Для Цезаря Есть ли смысл Пробовать второй салат Цезарь С другим соусом Это сырный соус Ну это просто Сырный соус Типа Хайнс Вот который В Макдональдсе Дают картошки фри Даже не буду пробовать Потому что это не имеет Никакого смысла Абсолютно Те же самые свежие продукты В целом Но тот же самый Унылый соус Просто другой Унылый соус Короче нет В общем По факту У нас получается Что На удивление Наверное Один из самых Прикольных продуктов На сегодня Которые мы ели Из компании Которая называется Дока Пицца Это был буррито Буррито Действительно годный Сочный Влажный фарш Остренький Со специями Любопытно Запеченный Понимаешь Вот под этой корочкой С помидоркой Это прекрасно Это прекрасно Я дома примерно Такие же буррито У меня кстати Есть рецепт на канале Тоже запекаю Буррито Классно И потом со сметанкой Вот это Чтобы остроту перебить Это чудесно Вот Но тем не менее Пиццы неплохие Да Салаты Ну Салаты И конечно Ролла Это совсем Совсем Но Совсем Ни о чем И совсем Не стоит Обращать на это Внимание Такая вот Дока Пицца Выставим оценки Кто-то пришел И подведем Итоги Дока Пицца 66 баллов Набирает Обосную Некоторые моменты Цена Я поставил 4 балла Ну Вы понимаете Цена Не низкая Как заявляется На сайте Дока Пицца Цена Обычная То есть Ничего такого Чтобы я сказал Вау Нифига себе Какой дисконт А еще и более-менее вкусно Такого нет Но при этом Все более-менее вкусно Поэтому вкус-качество Я ставлю Как и обещал 3,5 То есть Сказать Что пицца плохая Я не могу Пицца Весьма годная Но все остальное Что мы здесь поели Оно ни о чем Ни роллы Ни салаты Буррито Разве что Буррито классный Вот за буррито лайк Вот Но тем не менее Это такой Чуть выше Среднего Качества В целом Вот от критерия Соответствия Немножко грустится И по весу Косички И по внешнему виду По сравнению С сайтом Тоже Косички Поэтому 3 За сервис Я ставлю 2 балла По нескольким причинам Во-первых Я не понял Как платить карты На сайте Нарисованы Значки Виза И мастеркард Но при этом Когда ты делаешь Заказ Вариантов Оплатить Картой Хотя бы Онлайн Или Картой Курьеру Таких вариантов Нет Только наличные Поэтому Вот это повод И плюс Ну а где Где всякие Салфеточки Где Все Чтобы мне Нормально себя чувствовать Когда я заказываю еду Нету такого Поэтому Такая оценка Скорость Понятна Температура Тоже Понятно Более-менее Все у них Ну и Лайк Ставлю я лайк Или нет Нет Не ставлю Потому что В моем случае Есть Гораздо Лучшие Варианты Для заказа В частности Пиццы Я уж не говорю Что И роллы Несмотря на Общую проблему В моем районе Вкусных роллов Но тем не менее Есть лучше Чем То что мы Видели здесь Поэтому Нет Никакого лайка От меня Дока Пиццы Не дождется Но Резюмируя Это Весьма Годная Контора То есть Если У вас Нет Папа Джонс Додо Пицца Доминос Корнели Пицца Та же Транс Пицца Была Хорошая Ну еще Несколько Хороших Мест У вас Есть Дока Рядом То Заказывайте В Дока Пицца Это Весьма Вкусная Пицца С нормальным Количеством Начинки С более Менее Адекватным Тестом Вот и Все Спасибо что посмотрели Друзья мои Вот такой вот выпуск Я надеюсь вам понравилось И в следующее воскресенье Резюмирующий выпуск Обзорище Где мы подведем Итоги Сравнив Какую нибудь Одну категорию Доставок По какой нибудь Одной позиции Может быть Двум позициям В общем Будет в любом случае Интересно Действительно Резюмирующее И Все Да Будет интересно Поэтому подписывайтесь На канал Лайки ставьте С наступающим Новым годом Давайте Всех благ Пока Субтитры сделал DimaTorzok